Приветствую вас и мне бы хотелось, не оспаривая с позицией экспертов, которые вам уже ответили, мне бы хотелось предложить немножечко свой взгляд на вашу проблему, на специфику вашей проблемы. Во-первых, вы пишите о том, что боитесь, что вы прислушиваете к себе и боитесь, значит, того, что вам станет плохо. Первое, что мне бы хотелось, чтобы вы как-то, может быть, пояснили, может быть, как-то лучше донесли до нас, то есть, это момент, связанный непосредственно с временем, то есть, с какого момента, с какого обстоятельства вы начали бояться, когда появился страх и какие события происходили в то время. Видите ли, по своей природе страх – это мистическое представление, то есть, если человек боится, то он боится, как всегда, чего-то мистического. Рациональное представление, представление реальное, не позволило бы страху как-то себя проявлять. Просто потому, что бояться тогда в этом случае попросту нечего. Но если вы боитесь, значит, имеет место быть именно это вот мистическое представление. И основным способом, основным направлением, которое вам нужно избрать для решения вашей проблемы, это, в суть, перевод, перевод мистического представления в рациональное, то есть, понимание, четкое понимание, ну, по возможности, четкое понимание причин, по которым вы боитесь, то есть, что за этим стоит. Тогда, соответственно, следующий пункт – это пункт, который заключается в том, что вы попробуете ответить себе на вопрос, чего именно вы боитесь. Ну, вот, условно говоря, условно говоря, почему вам должно стать плохо? Вот, с чем связано ваше опасение? Уже были какие-то прецеденты, были случаи, когда вам было плохо или что? Но, чем подтверждается ваш страх? Далее, если он вас мучает, если вы боитесь его, и если у вас нет вот этих вот всех подтвержденных, как бы, диагнозов, которые, ну, о которых говорили, говорили коллеги мои, то вам важно здесь свою проблему, по возможности, конечно, не усложнять. То есть, не нужно усложнять проблему, не нужно делать ее больше, чем она есть на самом деле, а постарайтесь для начала, вот, может быть, вам это поможет, разобрать природу причину ваших страхов. Скорее всего, имеет место быть невыраженное переживание относительно того условия, при котором возникли страхи. То есть, переживания были, но они не были выражены до конца. То есть, опыт и рациональное представление того, что породило ваш страх, извлечены не были. Понятия относительно природы ваших страхов тоже выявлены не были. и в результате вы оказались с искаженными, неверными представлениями и понятиями. И отсюда, естественно, страх. Потому что раз понятие неверное, значит, есть угроза, ну, угроза вам. И, конечно же, включается защитный механизм. Инстинкт самосохранения, который призван защищать вас от, ну, какого-то негатива. Далее. Следующий момент. Это момент такой, что вы боитесь, что вам станет плохо. Морашка. Но вы примерно же понимаете, как будет выражаться ухудшение вашего состояния. Примерно. Примерно я надеюсь, что вы это понимаете. А раз так, то не сложно догадаться, что вам же на данный момент плохо не стало еще. Ну, если я правильно понял вас. Плохо вам не стало. А значит, если вам не стало плохо, то чего же тогда вы боитесь? Чего же тогда вы опасаетесь, если вам еще не стало плохо? И вот на этот вопрос вам нужно ответить себе самостоятельно. То есть, как это понимать? Самостоятельно ответить себе на этот вопрос. Вам нужно взять себе за правила постоянно спрашивать себя. «А мне стало плохо еще? Мне уже стало плохо или еще нет?» Просто задавайте себе вопрос, стало ли мне плохо или нет, и продумайте четкую позицию на случай, если вам станет плохо. То есть, если вам станет плохо, то в чем и почему? почему вам должно стать плохо обязательно и соответственно если вам станет действительно плохо, то необходимо еще раз говорю, еще раз повторю, точнее, необходимо продумать, необходимо продумать план действия в этом случае. и все. Иногда вам нужно просто-напросто задавать себе вопрос относительно того, стало ли вам реально плохо или еще нет. И если нет, то беспокойся, тогда вам совершенно не о чем. Вот именно так, в таком ключе и нужно вас двигаться. то есть, конечно, лучше будет сходить в прошу и проанализировать ваше физическое здоровье. Может быть, именно оно влияет на то, какие у вас сейчас проблемы. Но если этих проблем нет, если имеет место быть психологический аспект, то тогда попробуйте сделать все-таки именно то, что я вам сказал. Ну и к лидии прислушаться, я думаю, тоже стоит. И последнее предложение, ваше, даже не предложение, фраза «Не могу ходить на работу». Вот почему вы не можете ходить на работу, это вопрос, вообще-то говоря, отдельного характера. То есть, почему вы не можете ходить на работу, с чем связана невозможность это делать, почему вам не хотелось бы не хотелось бы с чем-то отвлечься, как на себя занять, чтобы не прислушиваться, не прислушиваться. У вас получается, не только есть мотив, чтобы прислушиваться, это страх, что вам станет плох, Но у вас еще есть время, у вас еще есть усилия. И эти усилия нужно, естественно, в первонаправлении своего внимания направить в другое русло. другое русло. И, собственно, это то, что вам нужно сделать. Но для начала как бы хотелось бы послушать или почитать, почему вы не можете ходить на работу, как у вас одно связано с другим и почему. Кстати говоря, если вы будете задавать себе такой вопрос, о котором я говорил чуть ранее, то вполне возможно вам станет легче и вы сможете как раз таки ходить на работу, потому что уже такого сильного напряжения не будет. Просто, например, если бы вторую раз в полчаса спрашивать от себя мне стало хуже или нет. И все. И тогда я думаю все у вас будет более чем нормально. На этом все. Надеюсь, что помогло вам. Если какие-то вопросы остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. и удачи. Спасибо. Продолжение следует...